О структуре Солнечной системы многие знают еще со школьной скамьи. Но, как показывают актуальные исследования, мы осведомлены далеко не обо всем. Относительно недавно стартовала программа по нахождению и изучению экзопланет, кружащихся в далеких звездных системах. На сегодняшний день в рамках проекта изучено порядка 909 тел в более чем 350 ближних скоплениях, находящихся в радиусе от 1 до 4000 световых лет. Какие же выводы сделали ученые? Результаты весьма неожиданные. Оказывается, наша Солнечная система, грубо говоря, урод в дружной семье подобных скоплений. Такой себе лепрекон, скачущий на единороге по современному городу. Но именно непохожесть на иные планетарные конгломераты позволила ей стать тихой, спокойной заводью, в которой благополучно зародилась жизнь. Итак, что отличает Солнечную систему от соседних скоплений? Космический заповедник. Или почему мы не похожи на других? Большинство участников планетарных хороводов кружится по эллиптическим орбитам, в отличие от планет Солнечной системы, которые упорядоченно движутся по кругу. Это связано с бурным процессом образования планет. Компьютерное моделирование показало, что газовый диск любого типа, появляющийся при формировании планет, неизбежно толкает объекты в сторону центральной звезды. Данный процесс превращается в сущий ад. Постоянные столкновения, изгнание планетарных малышей в открытый космос и обязательный гравитационный резонанс практически в 100% случаев превращающий орбиты выживших объектов в эллипсы. Но почему с планетами Солнечной системы не случилось подобного? Ученые считают, что при ее возникновении скрупулезно соблюдались определенные условия, которые можно отнести к категории тепличных. Лилипуты и гиганты Доказано, что если источник формирования планет, газовый диск, слишком массивен, то он породит обилие горячих Юпитеров. Из чересчур легкого диска сформируются ледяные гиганты по типу Нептуна. Также интересное наблюдение сделали специалисты астрофизики из Пенсильвании. Оказывается, в подавляющем большинстве планетарных систем объекты, облетающие звезду, либо маленькие, либо очень крупные. Удивительно, но в Солнечной системе присутствуют уникальные явления – симбиоз и газовых, и ледяных гигантов, а также скромных каменных планет. Что стало причиной столь нетипичного разнообразия? Пока на этот вопрос нет ответа. И потом, возможно, мы ошибаемся насчет своей эксклюзивности, ведь изученные земляными объекты – капля в море по сравнению с ожидающими своего часа. Соблюдайте дистанцию Солнечная система не слишком огромна. На ее просторах не придется искать хаотично разбросанные планеты за многие миллионы километров от родительской звезды. И не очень компактные, когда небесные тела буквально прижимаются к своему Солнцу. В половине случаев планеты иных скоплений находятся слишком близко от родительской звезды, гораздо ближе, чем наш Меркурий. В то же время объекты Солнечной системы расположены на оптимальном расстоянии и не тяготеют к беспорядочному планетарному рассеиванию. Примечательно, что в наблюдаемых мирах в близком соседстве со своими Солнцами зачастую кружат газовые гиганты. Ранее считалось, что газа и льды возле молодой звезды существовать не могут. Поэтому внутри системы должны быть планеты земной группы. Именно так, как это происходит у нас. Юпитер – путешественник Во многих звездных хороводах планеты меняют место прописки и отправляются в свободное плавание. Для других участников системы это имеет катастрофические последствия. Ученые предполагают, на ранней стадии становления Солнечной системы Юпитер тоже активно мигрировал. Причем делал это в разных направлениях. Некоторые астрономы считают, что именно из-за юпитерианского тарана сформировались планеты земной группы. По этой же причине в промежутке между орбитой Меркурия и Солнца мы наблюдаем абсолютную пустоту. Там нет даже астероидов. Согласно представленной теории, пространство до блеска очистил некогда мигрирующий Юпитер. Иначе сейчас перед Землей стояла бы огромная очередь к родительскому светилу, состоящую из множества планет и мелких небесных тел. А теперь представьте, что наш газовый исполин заскучал и вздумал начать путешествовать прямо сейчас, как это происходит в других системах. Без паники. От подобного сценария у нас тоже стойкий иммунитет. Бонус от заповедной зоны под названием Солнечная система. Односторонний взгляд. Изучая экзопланеты, ученые выяснили, что многие из небесных тел повернуты к светилу только одной стороной. Это лишний раз подчеркивает эксклюзивность Солнечной системы, ведь в ней все без исключения планеты загорают полностью. Небесная геометрия. Расстояния между планетами Солнечной системы также не вписываются в общепринятое. Согласно наблюдениям, в других планетарных скоплениях расстояние между объектами в основном образует геометрическую прогрессию. У нас же планеты подчиняются правилу Титсу-Сабоды, строящимся на принципе удвоение среднего расстояния между космическими телами, начиная от орбиты Меркурия. Учитывая названные отличия, возникает вопрос – почему наш мир столь эксклюзивен? Пока ученые лихорадочно ищут ответ, очевидно одно. Не только Солнечная система, но и ее место в Млечном пути на расстоянии 28 тысяч световых лет от его центра благоприятствует спокойному окружению планет. Судите сами. Мы защищены от избыточной радиации. Ведь ближе к сердцу галактики скопление звезд гораздо гуще, поэтому некоторые из них смогли бы жестко облучать и возмущать земную орбиту. В центре Солнечной системы находится стабильная звезда, удерживающая планеты в равновесном состоянии. Все тщательно продумано. Гиганты блокируют астероидные атаки, улавливая посторонние тела в гравитационные сети, при этом сами находятся на достаточном расстоянии от планет Земной группы. Солнечная система, если рассматривать ее в сравнении с другими, похожа на панка, зашедшего на вечер ветеранов колхозного движения. Но благодаря именно этой исключительности и поразительному стечению обстоятельств мы сейчас имеем удовольствие смотреть, обсуждать видео и ставить под ними лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!